Слово лечит. Пациенты онкологического отделения Сургутско-окружной клинической больницы пообщались с космонавтом Сергеем Куть-Сверчковым. Герой России рассказал сургутянам, что делают члены экипажа на МКС, из чего состоит их день и как они занимаются спортом в невесомости. О том, как рассказы о космосе помогают онкобольным, узнавала Мария Ливанян. Впервые в Югре в рамках благотворительного проекта лётчик-космонавт Роскосмоса Сергей Куть-Сверчков в ближайшие дни проведёт встречи для пациентов крупных онкологических отделений округа. Сегодня пообщаться с героем России смогли сургутяне. Они узнали, как на МКС проводят свой день члены экипажа. Каждый день обязательно выполнение физических упражнений в объеме не менее двух часов. Есть силовой нагружатель. Это очень интересный, хитрый инструмент, поскольку весов свободных нет, невесомости, невозможно нагрузиться с себя штангой, потому что вы её спокойно поднимете. Бегать тоже неудобно, потому что вы оттолкнётесь с пола и подлетите к потолку, поэтому надо обязательно пристёгиваться, чтобы что-то притягивало тебя к полу. Рассказы о том, как выглядит земля в иллюминаторе, никого не оставили равнодушными. Как отметили сами пациенты сургутской окружной клинической больницей рядом с настоящим космонавтом, каждый превращается в восторженного ребёнка. Помимо встречи с Сергеем Куцверчковым, занятия для сургутян провели специалисты по арт-терапии из столицы. Ну это космос, спасибо вам большое, ребят, потому что в думках впадаешь очень много, а тут прям подъём. И выложить это на бумаги, это, ну не передай слова. Спасибо. Болею недавно, вот буквально, наверное, как две недели, обнаружилась карцинома молочной железы. Ну, конечно, это был стресс. Сейчас боремся. Для пациентов подобные встречи – возможность отвлечься от ежедневной борьбы с болезнью и вспомнить, что такое просто радоваться жизни. А это немаловажное условие для выздоровления. Это очень важно. И самое главное, если человек хочет жить, то это, наверное, минимум половина дела, сделанное врачами. Если человек не настроен и его уже в этой жизни ничего не держит, то очень сложно человека выречить от болезни. На учёте в СОК-ИБ состоят 12 тысяч пациентов с диагнозом онкология. Это не только сургутяне, но и жители других муниципалитетов Югры. Космонавт посетит и детское онкологическое отделение в Нижневартовске. Там юным югорчанам предложат нарисовать свои мечты и отправить их в космос. В рамках проекта своими заветными желаниями поделились ребята из 500 городов. Не только России, но и Сербии, Замбии и Сингапура. Есть одна особенность – то, что дети во всех странах и во всех городах рисуют одно и то же. Независимо от языка, цвета кожи, нации, места больницы, возраста, они рисуют одно и то же. То есть мы сравнили рисунки. Вы по рисунку никогда не определите, где был нарисован этот рисунок, каким ребёнком. Конечно, рисуют радугу, рисуют сердечки, пишут пожелания здоровья на всех языках. И это действительно удивляет, поражает по-хорошему. Рисовать свои мечты, чтобы отправить их в космос, пациенты детского онкологического отделения будут завтра. Собранные со всех городов России и не только иллюстрации будут нанесены на ракету, которая с самыми заветными желаниями ребят отправится в космос. Мария Ливанян, Денис Зонов, Сургут-24.